Добрый день! Сегодня на Land Rover Discovery заменим подвесной подшипник карданного вала. Подвесной подшипник будет не оригинальный, так как подшипник в оригинале идет только с карданным баллом. Ставить буду вот такой маркировки подшипник. ФП 4536. Он идет на Discovery 3. 3015. Сейчас я даже достану и размеры подшипника покажу. Маркировка подшипника 6006 2RS. Размеры я здесь сниму примерные. Точно можно будет посмотреть по маркировке. Получается внутренний 30 мм, наружный 55 мм и ширина его 15 мм. На коробке 30 на 15 мм указано. Внутренний диаметр и ширина. Поэтому в крайнем случае можно найти такой подшипник, не покупать опорный весь и перепрессовать его. Он отсюда выдавливается в эту сторону. Ладно, снимаем карданный вал. Меняем подшипник. Вот мы снизу. Это вот мы где-то две недельки назад полторы меняли сальник хвостовика. Здесь видите, протирали. Все сухо. Здесь не бежит. Все замечательно. Бежит сальник привода. В будущем будем его менять. Сейчас мы снимаем теплоэкран. Крепится он на пяти точках. Головочка М6. То есть головка десяточка, а резьба М6. Откручиваем. Экран открутил. Снимаем его. Вот находится подвесной подшипник. Крепится он двумя болтами всего. В прошлый раз снимали, нашли, что он гудит. Видать, пошевелили. И гудеть стал еще сильнее. Сейчас откручиваем крепление на хвостовике и крепление на заднем, на редукторе заднего моста. Болты я предварительно подорвал. Головка здесь Ешка. Е14. Берем, откручиваем. Кардан помечен. По маркировке потом поставим. Б frightа. Брян Tieлит. Брян Тома. Брян. Брян. передние болты мы сняли снимаем то есть задние болты сняли снимаем передние здесь тоже головка Ешка только на 12 я также болты ослабил берем их откручиваем передние болты мы открутили теперь откручиваем сам подвесной подшипник там головочка на 13 12 и 12 Открутили подвесной подшипник И снимаем кардан До этого его спереди отводим от фланца Все, карданный вал мы сняли Сейчас покажу его на земле Вот карданный вал Вот подвесной подшипник Что мы сейчас делаем? Сейчас мы развальцовываем вот этот пыльник Снимаем здесь стопор Здесь не стопор, а хомут, фиксирующий пыльник Развальцовываем вот здесь пыльник по кругу Снимаем пыльник Там, как я подозреваю, должен быть стопор на сепараторе Снимаем этот стопор И разъединяем вал Разъединяя вал Мы сейчас его пометим Здесь и здесь Пометим, чтобы потом нам соосность выдержать Сейчас Пока развальцовываем Протираем вал Протираем вал И приступаем к развальцовке Вот от этого места начал И потихонечку Вот так вот Выворачиваем По кругу идем По кругу, по всему ходу Продолжаем, проходим Прошелся по кругу Потом подключил вторую отвертку Второй отверткой Помогал, придерживал А этой подгинал Это у меня немножко изогнуто Мне удобнее работать Ширина позволяет И зев у ней тонкий У этой чуть потолще Вот так вот Беру Этой придерживаю Этой поднимаю Переставляю Поднимаю Переставляю Поднимаю И вот я упрошелся Все Приподнял Теперь нам можно Попробовать ее Отодвинуть Пыльник Пыльник мы Отодвинули Отодвинуть Так Там смазка Сейчас постелю Вот у нас Смазка Вот он Сепаратор Внутренний Для этого мы Ищем Стопор Сейчас возьмем Протрем тряпочкой Стопор У нас Протерпя Протерпќ Это Парury Парах Мур Парах Очуд разъединилась стопорного кольца здесь никакого нету просто сепаратор выворачиваете как привод и он разбирается все мы это промоем смазку заменим кстати смазка какая-то черная как пережены сейчас разбираем сепаратор потом чтоб не перепутать запоминайте как вы его снимаете также мы сейчас протираем торец и снимаем стопорное кольцо стопорного кольца здесь нет значит у него стопорное кольцо как на гранате внутри вот я все протер пока все хорошо не протер не увидел вот стопор он с внутренней стороны стоит его раздвигаете и он снимается легко сепаратор также разбирается с внутренней стороны сейчас еще помою его наверх он не снимается только снимается через низ а а так видите получается он вал упирается и вал не дает его снять пока не снимешь так что вот стопорное кольцо сзади его круглогубцами раздвигаете и снимаете все продолжаем мыть пыльник снимать сейчас покажу как пыльник снимается вот я снял пыльник с карданного вала стопорное кольцо хомут осталось целое я его снял пассатижами поставлю пассатижами оно берется вот за этот выступ и вот за этот выступ нажимается а нос стягивается с этого фиксирующего усика вот так вот он собирается фиксируется поэтому хомут останется родной теперь снимаем сам подшипник сейчас покажу снимаем сейчас стягиваю подшипник и ставим новый и наверно сейчас сейчас возьму поставлю и 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 нет но так как нам подшипник живой старый не нужен я сейчас обрежу наружную обойму а внутреннюю стену съемником большим а Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Здесь его нет. Продолжение следует... Берем новый подшипник. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. Продолжение следует... Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И вставляем... Смазку я набил... Вот такую... Равинол... Синяя цветом... Температура у ней закипания... 240 градусов... Так... Объединяет постоянно где-то звание... Максимально 220. Подходит она как раз для подшипников... Для крестовин... Такого дела... Здесь... Резиновое кольцо... Уплотнительное... Которое... Под... Пыльником... Не дает... Протекать сюда... Смазки... Ну что... Берем... Собираем сепаратор... Наверное... Будем вставлять... И собирать... Лучше сделать... Пока не знаю... Так... Лучше сделать... Лучше... Лучше... Так... все сепаратор вставил на место пыльник посадил на место таким образом его округу растучали здесь резиновое кольцо поднимут плотнитель вал и 1 и 2 как снимал так и поставил единственно пыльник не подвернул но пыльник это не принципиально здесь главное работает овал и тупой отверткой завальцовываем также по кругу как развальцовываем краешек загибаем при этом постукивать так вот и по кругу проходим вальцуем ну все завальцевал вал по кругу прошелся протярли и ставим карданный вал на место подшипник подвесной у нас новый не шумит крутится нормально все хорошо задние болты карданного вала будем ставить новые четыре штуки идут они под номером TYG500130 так как те мы когда снимали у них грани уже подорвались решили поставить на устанавливаем карданный вал и все готово подвесной подшипник заменен всего вам доброго до конца